Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Сергей Олегович Буранок, доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета. Предмет моего выступления сегодня это особенности того, как воспринимала и реагировала периодическая печать Соединенных Штатов на использование атомных бомб в Хиросиме и Нагасаке. Здесь можно выделить несколько этапов эволюции оценок данного события. Первый этап это он очень маленький и компактный, 6 августа 1945 года. Сразу необходимо отметить, что и президент Трумэн, и администрация Белого дома тщательно подготовились к информационному освещению первого в истории применения атомного оружия против противника. И Белый дом подготовил особое заявление президента Трумэна. В ведущее информационное агентство были разосланы заранее подготовленные материалы. Поэтому буквально спустя пару часов после использования атомного оружия в Хиросиме, многие газеты Соединенных Штатов выходят с первыми сообщениями об этом событии. Информация была в целом, в первую очередь, представлена в маленьких провинциальных изданиях, которые успели быстрее переориентироваться и подготовиться к новым информационным сообщениям, такие как Питтсбург Пресс, Телеграф Гэральт, Рено Ивнинг Гэзет, Питтсбург Пост Гэзет. Они на первой же полосе 6 августа написали первые, опубликовали первые заметки, сообщения о том, что Хиросима уничтожена сверхсекретным новым супероружием американцев. И рядом же, на первой же странице, публиковалось заявление Белого дома, где Хиросима была названа военной базой японской армии. Второй момент. Хиросима была представлена Трумэном как исключительно месть за Пёрл-Харбор, что японцы начали войну 7 декабря 1941 года, а 6 августа 1945 года мы, наконец-то, мы, американцы, смогли им отомстить. Третий момент в заявлении, который очень понравился прессе Соединенных Штатов, это цена атомного оружия. Оказывается, многие журналисты это подчеркивали. Разработки велись в течение нескольких лет и стоили 2 миллиардов долларов. И четвертый общий момент всех газетных публикаций и заявления Рузвельта 6 августа 1945 года, что атомное оружие разрабатывалось в строжайшем секрете от Советского Союза. Потом к этим публикациям и комментариям заявления Трумэна присоединилась и центральная фресса New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. И везде была примерно одна и та же модель восприятия этого события как восторг. Но тоже было две особенности, которые стоит отметить. 6 августа ни одна газета не написала, что Хиросима может быть финальной точкой войны. Это скорее рассматривали как один из этапов еще длительного противостояния с Японией. И пресса Соединенных Штатов готовила граждан, что война даже после использования атомного оружия еще будет долгой. И второй момент это подчеркнутое забывание Советского Союза. Ни о его роли в уничтожении военной мощи Германии, ни о союзнических обязательств открыть фронт против Японии. 6 августа 1945 года американская пресса не вспоминала. Второй этап восприятия или эволюции восприятия атомного оружия это 7-9 августа, когда наблюдается две главных информационных тенденции. Первая это Белый дом. Агентства Associated Press продолжают раскручивать тему сверхсекретного атомного оружия, поставляя в газеты новые фотографии, новые данные об оружии и даже фотографии самого атомного взрыва и уничтоженной Хиросимы. Но вторая информационная тенденция идет в противовес этой. Две газеты Miami News и Milwaukee Journal, представляющие, так скажем, прессу уже более крупного ранга, но не дотягивающую до столичной. Тираж данных газет был 200-300 тысяч экземпляров, но они были ежедневные. И вот эти два издания 7 августа печатают противоположную информацию, которая идет вразрез с тем образом Хиросимы, который представляет Белый дом. Журналисты двух данных изданий выяснили, что Хиросима никакая не военная база, а обычный японский город. Поэтому журналисты сразу же называют новое оружие варварским, операцию по уничтожению города аморальной, а президента, который разрешил эту аморальную операцию, процитирую Miami News, потерявшим цивилизационный облик, и Америка могла закончить войну по цивилизованному образцу, но решилась на варварский. И вот с этих двух изданий, 7-8 августа 1945 года, начинается очень резкая и усиленная критика атомного оружия, которая однозначно воспринимается американской прессой как негативная, и самого образа президента, его начинают сравнивать с Рузвельтом, и Трумэн здесь явно проигрывает ввиду своей кровожадности, аучности, стремлений испытать новое сверхоружие. Добавляет в эту критику 8 августа 1945 года информация о том, что Советский Союз объявляет войну Японии. И на страницах почти всех американских газет этого очень хорошо видно, как критика атомного оружия перерастает в восхищение действиями Советского Союза. Я для этого выступления прочитал, проанализировал публикации 200 американских наименований газет за 8 августа, получается по 3-4 из каждого штата, и ни в одной не обнаружил критики действий Советского Союза. Объявление войны Японии 8 августа воспринималось американскими журналистами как сверхважное событие. И сразу был поставлен вопрос, вот это и будет финальная точка в войне с Японией. Даже Трумэн отреагировал на это известие, ну совсем не в духе холодной войны, так скажем. Он объявил специальную пресс-конференцию журналистам, на которой заявил, что Россия объявила войну Японии. Это все. И на этом пресс-конференция прервалась, потому что это документально запечатлено. Американские журналисты сразу начали выбегать из зала к телефонам, судорожно в авиавоздух, как было написано в некоторых изданиях, с криками, о боже мой, о боже мой, надо быстрее об этом сообщить. И действительно, 8-9 августа действия советских войск, сначала предполагаемые, потом реальные в Манчжуре операции, становятся главной темой всех американских газет. Почти во всех изданиях наблюдается следующее соотношение. Одну треть информации занимают материалы об использовании атомного оружия, сначала о Хиросиме, потом о Нагасаке. И две трети всех выпусков составляют описание, аналитика, прогнозы того, как будет Советский Союз побеждать Японию. Соответственно, изменяются и карикатуры. Теперь снова на них впервые с мая 1945 года в центре внимания Сталин. А атомная бомба постепенно отходит даже не на второй, а на третий план. Попытка 9 августа администрации Белого дома переломить информационную ситуацию путем вброса новой, сенсационной, по их мнению, информации об уничтожении Нагасаки, фотографии интервью пилотов, информации о том, как разрабатывалось атомное оружие, реально ничего не меняет, потому что 9 августа начинается наступление советских войск в Манчжурии. И именно сводки с этих событий занимают первые полосы американских газет, сообщая американцам о том, как быстро продвигаются советские войска в Манчжурии. И я сравнив публикации в прессе за 8-9 августа с письмами обычных американцев. В основном то, что жены писали на фронт своим мужьям на Тихом океане. И везде прослеживается одна и та же тенденция, что американские граждане называют Советский Союз, я процитирую, лучшей страной на свете, ну, после Соединенных Штатов, и что действия Советского Союза позволят вернуть наших парней домой. Вот это было во многих и многих десятках писем подобное настроение. А успехи и очень быстрые успехи советских войск в Северном Китае только усиливают этот положительный образ Советского Союза, который, вопреки информационным тенденциям Белого дома и Associated Press, стал формироваться на страницах американских газет. И наступает третий, заключительный этап борьбы, можно даже сказать, за образ атомного оружия. Это 10-15 августа. Здесь можно наблюдать на страницах американских газет скоординированные усилия United Press, информационного агентства, Associated Press и администрации Белого дома, которые начинают публиковать и тиражировать во многих и многих изданиях статьи с критикой действий Советского Союза. Проскальзывают даже сравнение Сталина с Муссолини, что Советский Союз слишком поздно вступил в войну с Японией, точно так же, как поздно Италия в 1940 году объявила войну Франции. Манчжурию теперь называют американские журналисты Польшей Дальнего Востока, что именно из-за нее начнется главный послевоенный конфликт. И самые большие опасения, правда, они высказываются очень редко, что из-за действий Советского Союза Китай может покраснеть и завершиться мечта коммунистов, как писали американские журналисты, по мировой революции. Пять дней можно наблюдать очень амбициозную и развитую пропагандистскую кампанию по принижению роли Советского Союза и по увеличению роли в общей победе Америки и атомного оружия. Завершается все это 15 августа публикацией тоже очень большой серии статей и в провинциальных, и в центральных американских изданиях с новостями, что Япония готова капитулировать. И здесь образ атомной бомбы предстает совершенно другим. Американцы напрямую пишут, что Хиросима и Нагасаки разрушили старую Японию, милитаристскую, и заложили фундамент для новой демократической Японии. Поэтому к сентябрю 45-го года Советский Союз уже воспринимается американскими журналистами, газетами, читателями, как один из главных виновников, возможно, будущего нового конфликта, а атомное оружие как средство распространения демократии. Спасибо, благодарю за внимание.